Область, город Железнодорожный, улица Пролетарска, дом 8. Официальная публикация газеты «Мой город Железнодорожный» 12 октября 2011 года, номер 40. Количество писанных прозов, поступивших по почте, не поступило. Поступивших на метро архитектуре строительства не поступило. Значит, о порядке. Уезд у нас присутствует, да? Значит, слушаем внимательно докладчика. После того, как доложит докладчик, вопросы задают председательствующие члены комиссии. Естественно, докладчик на них и отвечает. Ну и дальше начинается, в общем-то, само обсуждение всеми присутствующими. Поэтому, пожалуйста, слушаем докладчика, представьтесь и слушаем вас доклад. Сейчас участвуем. Здравствуйте. Пойдемте раз. Здравствуйте. Мы желаем вам показывать. Добрый день. Криктор Александр. Главный жилет проекта, представитель проектной организации, разрабатывал проект планировки территории под реконструкцию ДУ номер 9 по адресу Московская область, городской округ, железнодорожный, улица Пчетлыгин, дом 4. Реконструируемые здания дошкольного образовательного учреждения располагаются на территории микрорайона Северная Кучина на площади 1,02 ГАР. Участок имеет неправильную форму. С запада, с севера, востока участок ограничится территорией придомовых участков в жилой застройке. Общий перепад высот на участке составляет около 2 метров. Согласно приложению ПТСН-ПЗП-99МУ, планировкой застройки городских сельских поселений, минимальная обеспеченность детского дошкольного учреждения на 1000 жителей составляет примерно 35-40 мест. В нашем случае реконструируемые ДДУ с пристройкой рассчитано на общую вместимость 200 мест. Таким образом, минимальная обеспеченность ориентировочности составляет 5-7 тысяч жителей, придвигающихся в жилой застройке. Если рассматривать проектируемый жилой комплекс, который строится рядом из четырех зданий, там у нас жилой комплекс рассчитан на вместимость 1,8 тысяч жителей. Таким образом, мы можем видеть, что после реконструкции новое дошкольное учреждение полностью перекрывает требования строительства. Объемное планировочное решение. Реконструируемое здание ДДУ рассчитано на размещение в нем 200 детей. Площадь застройки здания с учетом, точнее, без учета теневых навесок. Вы же, если есть наглядное пособие, не знаю, какие насыгры, возьмите, пожалуйста, увидите все, о чем вы говорите. Здесь показано существующее здание дошкольного учреждения, которое подлежит реконструкции. Через переходную галерею двухэтажную мы планируем на новом предоставленном участке перестраивать новое сооружение, тоже двухэтажное. Существующее здание ДДУ рассчитано на 120 мест. Новое здание дошкольного образовательного учреждения изначально предполагалось на 90 месяцев. И сейчас, в силу, так сказать, планировочных ограничений, мы его сейчас делаем на 80 мест. Итого, получается, в новом садике у нас... Значит... Сейчас, секундочку. Две тысячи мест? Нет, нет, я не об этом. То есть, в новом садике, в новой обестройке, мы планируем размещать четыре групповые ячейки на 20 мест каждое. То есть, итого 80 человек. Подождите, я сразу же извините. То есть, 4 по 25 – это 100? 4 по 20. А, 4 по 20. 25 сейчас запрещено, что я царик. Соответственно, можно... Вот, на первом этаже. Следующий факт. Соответственно, на первом этаже реконструируемого здания. В данном случае размещается вестибюльное помещение, групповые ячейки на 20 мест. Прачечная... Нет, повыше. Групповые ячейки на 20 мест. Блок прачечный. Блок медицины. Вестибюльная зона с охраной. Ну, и, в принципе, остальное там иначе. Потом мы проектируем галерею. Можно по-руже что-то. Вот, новый блок. Новый блок у нас включает в себя пищеблок, рассчитанный на оба здания. Реконструируемую и пристройку. Также включает в себя две групповые ячейки. Тоже вестибюльная группа с диспетчерскими и прочими вспомогательными помещениями. В том числе, на первом этаже будет находиться кабинет логопеда, самозлы для маломобильных групп населения. Первые этажи. У нас вход осуществляется с этой стороны. С этой стороны, поскольку здесь на участке находятся существующие проходы территории. Плюс вход в новый блок. Все три входа, значит, организованы пандусом, соответствуют требованиям по передвижению маломобильных групп населения. Следующий включить. Второй этаж. Второй этаж, существующий блок при конструировании. Точно так же, четыре групповые ячейки, они остаются на своих старых местах. Потом, центральную зону мы немножко перепроектируем. Размещаем здесь большой физкультурный зал с техническими помещениями. То есть, здесь хранение инвентаря, кабинет преподавателей и так далее. В принципе, больше ничего здесь нет. Дальше, через переходную галерею мы попадаем в проектируемое сооружение. Четыре групповые ячейки, большой красивый актовый зал, плюс административные помещения и вспомогательные помещения. Так же, если посмотреть на первый этаж, из технологических помещений приготовления пищи у нас предусматривается технический лифт. То есть, мы можем пищу спокойно поднимать сюда и разводить уже по ячейкам. Здесь будет полный цикл приготовления пищи? Здесь будет полный цикл приготовления пищи. Специально пищеблок разрабатывался на сырье, как это было в задании первоначального отреза. Можно дальше посмотреть фасады, разрезы, фасады, разрезы. Конструкции какие у нас? Панели? Сейчас, чуть попозже, да. Сейчас открываем дальше фасады и трехмер. Конструкции, я предполагаю, проблема в том, что существующий блок, он имеет довольно-таки устаревшие, физически, морально изношенные конструкции, железобетонные панели. Поэтому мы предлагаем облицелать через утеплитель, облицелать их каким-то навесным фасадом. Конкретный тип фасада пока еще не выбрали, но на стадии корректирования, после слушания мы это все будем поделять. И у вас здание выполнится как бы в едином стиле. То есть, привести его в порядок, утеплите, и оно будет нормально функционировать. Там еще проблемы, я так понимаю, с кровлей. То есть, мы все это делали прибыльный порядок, и мы получаем единое здание. В любом случае, там будет капитальный ремонт, и существующие там числые здания. Да, существующие здания, по нему говорю. По генплану, по генплану у нас удалось, генплан все по нормам вписать. Помимо того, что инсаляция всего здания соблюдается полностью, инсаляция площадок соблюдается. Мы вписали в 10 групповых площадок, поскольку у нас здесь групповых ячейок, нормативной площадью, каждая групповая ячейка имеет теевые навесы. Яне, покажи, что это навесы здесь? Ну, мы навесы здесь не изображали, но это у них пока место, потому что навесы надо забирать. В групповой площадке показано. Вот эти светлей. У нас 4 группы, а 4 навеса должны быть? 10 групп, а здесь навесы. А то есть, 10 группы, ну, на каждую группу? Да, каждую группу, собственно, навесы. Соответственно, обеспечили все требования пожарной безопасности по кольцевому проезду вокруг сооружения, на нормативных расстояниях, обеспечили технический въезд. Технический въезд здесь у нас будет, если видно здесь, такой небольшой, небольшой загрузочный блок. Это как раз-таки зелененький у нас блок, пищеблок, то есть загрузка пищеблока со заворотной площадкой с небольшой. Ну, и у нас остается еще второй, так скажем, эвакуационный выезд, который на данный момент, в принципе, существует. Мы просто убирать будем. Но он и должен быть? Да, по конструктиву, по архитектуре. Конструктивную схему нового здания мы принимаем как каркас на стеновую, скорее всего. То есть это будет монолитный железобетон с заполнением каркаса газобетонными блоками и через утеплитель на него грешит ленфосат, такой же аналогичный, как на старом блоке. Внутренняя отделка у нас, соответственно, предусматривается применением современных материалов, нетоксичных. Полы в вестибюльной группе, коридорах, керамограниц защиты от скольжения. Полы в групповых ячейках, ренолином таркет или аналог. Полы в музыкальных занятиях, полы в физкультурном зале, скорее всего, паркетная доска. Это уже будет определено на стадии разработки проекта декоративного проекта. Ну вот, получает техническое задание этот комитет? Да, у нас все есть. У нас это здание полностью согласовано с департаментом, как у нас называется, комитет по образованию. То есть, проект в принципе во всех отношениях, то есть в архитектурном, пожарном, в инсуляционном. И в том числе согласовано с образованием и консультом работы. Так вот. Скажите, здесь 80 мест. У нас расчетная по группе жилых домов, которая сейчас застраивается, прицельный ремонт, она ответит. Какое количество у нас идет проекта? 75, да? То есть, получаем плюсом 5 мест. Вообще, по планировке застройки Московской области, у нас здание 200 мест, рассчитывается на 5000 жителей. Насколько я знаю, в строящемся комплексе 1800 жителей, просчетных. Но это на скидку, так точно не помню. Но, в принципе, смысл в том, что 80 мест вполне достаточно, чтобы, так сказать, обеспечить нужды вот этого строящегося комплекса. Плюс мы еще привозим порядок существующих мест. Порядок одно, это мы имеем плюсом всего лишь 5 мест, не так уж и много. Здесь надо уехать, как хорошо заказчики, посмотреть, с кабинетом по образованию, все равно придется делать капитальный ремонт, может даже реконструкция существующего детского стада, потому что это университет комплекс. Значит, на предмет возможности увеличения группы. Такая возможность есть по другим аналогам. Если вы даже увеличите на 20, на 30, это уже будет неудобно. Мощность участка позволяет это сделать? Да, сейчас на участок полностью садится все, то есть с обеспечением всех план. 80 мест. Мы пытались сделать больше, у нас не получается физически заместительная группа, групповые площадки. А вы учитывали, что при реконструкции существующего объекта нормы и СНИПы наши позволяют уменьшить территорию на 20%? Да, учитывали, но они позволяют уменьшить именно саму территорию, то есть в целом. А площадки, про уменьшение площадок ничего не написано, их уменьшать нельзя. Технические условия, возможность подключения данного объекта, пристройки, инженерного обеспечения? Технические условия фактически все получены, мы сейчас буквально на неделю еще вопрос надо будет длиться, и мы получаем полный пакет этих условий. Смысл в том, что сюда в существующие здания заведены сети. Мы не остались на существующие здания. Нет, мы все-таки предусмотрели в новом блоке все инженерные помещения с расчетом на работу все-таки двух. Даже если в тех условиях будет написано другое, но все равно в архитектуре уже заложены помещения с нормальной площадью. То есть их хватит. Так, понятно, ребята есть? Ну, что, хороший садик, замечательный. Так, вопросы, пожалуйста, на существующих одесскому саду. Скажите, пожалуйста, вы когда делали проект, вы на месте были? Конечно, я же там все... Вот, судя по расположению здания, получается, что мимо проходящая дорожка, которая идет в станции, она закрывается, да, перекрывается? Конечно, закрывается. Там вся территория вокруг. Дорожка проходит вот здесь, в самом деле. Она проходит, здесь у вас будет какой-то там скверик, соответственно... То есть это будет меняться? И дорожка тоже, она уйдет, будет в другом месте? Да, она просто пройдет рядом вдоль... Забора, вдоль ограждений. Причем мы постараемся, конечно, по минимуму сократить вот эту вот новую, как сказать, эту реконструкцию, да, чтобы так сильно не затрагивать. К сожалению, дорожку дорожку придется приносить все это. Второй вопрос. А скажите, по проекту необходимо вот этот переход делать такой большой, двухэтажный между зданиями? Да, необходимо, потому что иначе у нас здание не инициалируется, то есть одно будет какое-то другое называть. Но может быть существуют какие-то другие варианты просто проектов, потому что, получается, этот проход съедает огромное количество территории просто, оно исчезает. Мы, на самом деле, прорабатывали очень много вариантов, ну, как, ну, не то чтобы очень, но прорабатывали все, наверное, допустимые варианты. Этот остался единственный, который вообще проходит по всем планам. А нельзя ли по прямой не коленом, прямоугольным? Мы прямой пытались спустить, по прямой получается наискосок и не так красиво, чем сейчас получается. Потому что, ну, казалось бы, да, вот этот угол, да, но получается, что у нас вот этот угол, он технический. То есть как раз нормальный подъезд, нормальная площадка к технологическим помещениям пищеблока закруточного. И поэтому, вроде как, он не дает такого негативного эффекта никакого. И еще такой вопрос, когда будет строиться, вот там я знаю, что деревья растут, они останутся? На садике, ну, как? А у вас панелевки нету здесь? Ну, какие-то придется, конечно. Там, где будут площадки детские, я понимаю, что это придется спилить и убрать. А все остальное, оно остается? Или вы все пилите, почнете, сажаете газон там? Ну, насколько я знаю, вот здесь деревьев, в принципе, очень мало. Там еще и теплосеть проходит. Ну, теплосеть, да, это там нет ничего. Имеется в виду деревья, которые ближе к станции. Допустим, вот здесь вообще по нормам, да, деревья разрешаются высаживать 15 метров от здания. Ну, они так и получатся. Ближе к станции, вот в нижней части. Квер, существующей. Венерация вот здесь? Да. Пожалуйста, здесь деревья могут. Нам главное, чтобы было здесь 15 метров. Здесь 15 метров как раз есть. Мы можем оставить деревья здесь. Здесь мы не можем. Мы засадим между площадками небольшой красивый пустарник. Здесь тоже не получится оставить. Там, кстати, нет. Единственное место на участке, это вот здесь вот останется. Вот здесь проходят сети. Здесь очень большой кучок сетей проходит. Причем нам придется тянуть и теплотрассу. Соответственно, там деревьев тоже не будет. Но потом вы можете рядом с теплотрассой посадить? Уже после того, как вы сделаете? Так мы обязаны компенсационное зрение пересмотреть. По-моему, по-моему. То есть мы делаем, у нас есть пересчетная ведомость с побредновкой, ой, с побредновкой, с подеревной силой. Не могу еще. Да. И мы, соответственно, будем разработать дендроплан, в котором будут видны, какие-то мы деревья срубаем, какие вообще годные, да? Ну, к дальнейшему используем. Какие деревья можно пересадить, какие деревья надо заново высаживать. Это все будет для полиции. Да, я думаю, там тоже было. Там, по-моему, есть у нас там девушка, наверное, лучше знаете, да? Там есть какие-то церкви, знаки березы, срустные площадки? По-моему, там ясень растет. Ну, вот что-то такое. Там, например, барыша мира, да? В общем, я бы я смотрел эту деревню съемку. Деревья эти, по-моему, не являются, а не являются малоценные все. Ну, все равно это не сортные. У нас малоценные, это, скорее всего, будет клен канадский, а все остальное оно... Почему? Береза малоценная, считается? Ну, там берез нет. Пересчетные ведомости дают прямо оценку. Берез там нет. Там вот ясень, по-моему, липа, может, если есть. Ну, здесь, в любом случае, это надо учесть, это правильно. По возможности, в соцсетях хранить, а остальное, значит, выделяем и саживаться. Как, как, это тоже есть. Как и по ЗАГСу работали. Есть деревья, если вы, в общем, уже трехлетки, по-моему, это уже до пятилет сажать, да? Верез нет, да? Причем такое диземное время? Ну, диземне может и нежелательно, это понятно. А так, не да. А вообще, когда начало реконструкции предполагаемые? Здесь, давайте, это, наверное, вопрос больше, здесь представители Мортона, на какое-то время. Мы когда выходим с проектом, с рабочим? В зависимости от тех условий. Ну, что вы же сказали, через неделю будут. Рабочая проектиру есть три месяца, да, это у нас. Ну, в вашем случае, экспертизу можно получить где-то весной, наверное. Первый в артеле, да. Да, это надо реально смотреть. Мортон? Ну, я предполагаю, что плюс сама экспертиза... Представьтесь, представьтесь тоже. Да, Ильюхин Павел, представитель компании Мортон. Само рабочее проектирование может занять где-то порядка трех-четырех месяцев, да, но сама экспертиза по законодательству не менее трех месяцев, да, то есть надо прибавлять непосредственно прохождение самой экспертизы и рабочее проектирование. То есть по самым минимальным расчетам окончания проектирования с получением положительного заключения по экспертизе это не менее полгода, там, шесть-семь месяцев. Ну и нормально. И сразу входит в площадку. Детский сад будет меньше. Мы сейчас называем минимальные сроки, они могут, конечно, немножко увеличиться, но будем стараться. Вопросы еще? Еще вопрос. Я так понял, будет капитальный ремонт существующего здания, то есть фактически садик на какое-то время будет вообще не работать? Ну рассматривается вопрос, потому что сейчас, наверное, разумно будет комплексно навести там порядок общего устройства и в том числе существующих дискуссантов. Еще один вопрос. Глобальных ремонтов, насколько я знаю, никаких нет. Текущий, да, был. Ну, говорили об утеплителе, что будет все обкладываться утеплителем. Вот предложение, посмотрим на рабочее проектирование. Понятно. А почему запроектировано только под 80 мест, вот говорилось про новые дома Мортона, но существует и на данный момент даже без новых домов огромная нехватка мест. Почему это не учитывается? Вы же понимаете, что для камеры все спрашиваете, но это вопрос уже был отвечен. Слушайте, заниматели, посмотрите, посмотрите по камере, там есть этот вопрос и есть ответ. Еще вопросы, пожалуйста. Вы же понимаете, что он ответственное. Территория ограничена. Так, других нет вопросов? Значит, внимательно еще тогда посмотрим. Я бы хотел посмотреть, как дорожка будет проходить. Хорошо, вот там все нормально решается. Да, настолько это реально и так далее. Ну, а комиссионно потом мы принимаем какое-то решение, и окончательно еще не будем принимать два раза. Вы тоже просто житель, да? Да, сегодня, молодых домов хватит. Я. Продолжение следует...